приветствую зритель мы продолжаем прохождение весну радар и мы сегодня продолжим делать задание на карте yukon канада также нам понадобится вот этот наш великолепный красавчик и так секция конвейерной ленты номер два что мы первым повезем трубы блоки или доски давайте начнем с досок поедем на лесопилку но это от гаража моя направо потом опять направо и по дороге вот этот плакатик что там пита плита бетонная столб и от этого столба нам надо направо но может кто-то как-то будет по-другому возить но я предпочитаю вот этот маршрут по крайней мере до лесопилки прямой дороги до нее нету к сожалению как-то тут все видно снесло разнесло и поэтому придется вот так нам извращаться на это все спокойно проезжается на нашем длинном красавчике рекомендую вот по левой стороне забираться немножко чтобы мы не уехали не завалились вправо можно конечно и по правой но я уже так привык вот мы сюда поднялись летим за досками вот тут можно было разобрать пару металлических балок но нам они не нужны там есть ближе место где вот этот холмик мы здесь всегда поднимаемся и вот она лесопилка идут доски четыре штуки нам как раз столько и нужно разворачиваться не принципиально как то как может так и разворачиваются не так же через холмик обратно так а тут есть пару моментов где можно так неплохо завалиться вместе с грузом и тут желательно иметь помощника но я у меня его нету я пока сюда не пригнал тут частенько заваливался с этим с этими досками приходилось помогать и так же выезд по правой стороне тоже можно дифференциал да не торопимся никуда тут можно оставить подвеску с колесами только за милую душу главное не торопиться в этом деле также тут можно не переключаться на автоматическую коробку потому что мы не разгонимся тут никаким образом придется медленно так вот ползти до поворота на дорогу потом что мы малые трубы а их четыре штуки ничего себе как будто в две ходки вести ну ладно не бетонные блоки может с какого-нибудь склада захватим там поближе может быть а может быстренько из соберем их на заводике тут тоже не торопимся поворачивать большой у него радиус разворота поворота мы все летим остается только не разбить не перевернуться по дороге наш грузовик и все будет чики-пуки бабах минус 100 подвески и 44 у колеса но это плохо у него 6 хп осталось до у колеса где-то любой урон мы придется запаску использовать ну секция конвейерной ленты 2 это уже поближе к самым таким сложным участком там где первая секция там неприятно довольно все это дело возить но нам придется пока заниматься вот такой хренью так первая водная процедура прошла до второй мы до большой не доедем нам придется поворачивать и нам налево получается вот как по мне самый сложный участок на этой карте он не самый сложный он такой медленный, муторный тут можно кучу бензина оставить проходя его горючки требует много ну и перевернуться тут расплюнуть просто тут ямка поэтому осторожно но у нас грузовик длинный на мелких тут можно будет и застревать и что только не делал очень долго проходил поначалу спасал заправщик который с топливом ну и вытаскивал и заправлял и надо было еще сюда ремонт подогнать чтобы можно было там где-то колесики там починить или подвеску и так далее хотя вот у нас в принципе тут был деревянный каркас да ну ладно он нам не нужен вот сейчас бы не завалиться надо держать прям лебедку на готове как на диком западе просто чтобы не перевернуться да это будет очень долго хотя мы уже почти доехали в принципе хотя малые трубы можно или на следующую оставить секцию но я подумаю в общем тут они вроде на складе рядышком есть сколько-то штук супер давайте посмотрим где тут что у нас есть сейчас мне только мышку найти все так склад что у нас на складе есть малые трубы две штуки а на первую часть сколько нам понадобится от чего от балки расходники трубы не понадобятся хорошо значит возьмем отсюда чтобы не везти чтобы не везти и бетонные блоки две штуки тут они есть нету еще что-то одно ладно поехали за трубами а трубы у нас находятся там где мы брали точнее везли катропиллер разобранный тут склад тут склад и одна такая труба занимает два места в грузовике прикольно да типа кто-то строил да там или не достраивал прошел ураган типа можно забирать запчасти от домов или тут какой-то катаклизм был наводнение или что тут было я уже не помню не читал я пару вот малые трубы два места занимают ну ну можно будет потом поизвращаться с длинным прицепом если он есть в продаже на 8 мест и белорусским танковозом колобком или колобом колоб не знаю как правильно читается но это мы одну доставку сделаем потом поизвращаемся если получится вот так вот так вот так вот так давайте немножко от первого лица со стороны водителя как это смотрится вот это звук у него в кабине да, что-то как-то лучше не рисковать а то я перевернусь с этими трубами ехать как-то выручать я это все не хочу так, нам прямо не забываем тут ямка ну да я должен был ее пролететь но получил люлей как-то нехорошо получилось знак оленя да, типа, был а оленей-то не видно я ни одного не встречал но где-то я тут на каком-то моменте я видел птичек что птички летали это было прикольно сейчас мы тут этот грузы навозим тут такая колея будет вообще но потом ты перезаходишь в игру и все становится на места свои да как будто никто и не ездил вроде включил повышен обороты были а ехать он не захотел трубы тяжелые да тут мы на повышенный залетаем как можно дальше с дифференциалом дальше катимся хотя можно типа вот по сухой слева доехать но как-то под наклоном на скорости чуть что ты переворачиваешься но я не хочу рисковать вот это звук у него нет чтобы быстрее это проходить можно конечно возвращаться сделать паровозик из двух таких грузовиков но тогда это очень медленно будет все продвигаться буквально на первой передаче вот так вот ехать вот такой вот вот салончик вот такой вот салончик так ладно на дома на дома точнее вот к этому дому я подниматься не буду я поеду вот здесь сразу по самой грязи чтобы не дай бог не перевернуться с грузом тут мои следы оставались хотя можно было просто прямо но тогда здесь чуть дальше наклон такой неприятный да не стоит туда заезжать я думаю я вспоминаю как я тут на вороне на тайге возвращался с прицепом это просто попа боль не повторяйте моих ошибок они тут абсолютно непригодны к доставке на следующем вот этот пик биг салмон или саламон как он там уже не помню правильно называется так едем за второй партией со склада да чтобы далеко не ездить грязь как поднялась запачкали мою платформу давай ползи друг мой ползи нам еще доставлять партию трупы и бетонные блоки ну так спойлер ну это не самая еще пока муторная доставка будет и покруче ну придется вот здесь через завод ну тут будет завод и отсюда заезжать сюда ну для совсем возвращенцев это по вот этой маленькой дорожке через тут мостик вот эту всю хрень и здесь подниматься наверх и ехать сюда но я бы не рисковал там такой склон сколько у нас 6 вечера да давайте поставим утро ну утро тут ни хрена не видно конечно будет свет включу но я думаю потемнеет посветлеет быстро я надеюсь видно будет хоть что-то что постоянно переключаться на час времени там с 6 вечера ну такое так со склада нам сразу направо и тут налево нет друг давай только без переворотов пожалуйста и вот то место где обычно срезаю по грязюке не еду а вот через можно сказать протоптанную мной тропинку вот гудок сделан птички полетели тогда как-то они исчезли прям в воздухе прикольно хотя на каких-то картах если там в России на Таймыре по-моему там к заборам подъезжаешь гудок даешь они там разваливаются так стрёмно выглядит конечно да и многие объекты если к ним близко подъезжаешь даешь гудок они тоже разваливаются ну такое конечно прикольно но нереалистично это утро там где-то за горой солнышко поднимается за дерево зацепились почему-то каким-то боком вот так едешь 61 лица тут почти ничего не видно если на автомате тут с этим тут такие ямы будут поэтому ладно поедем с дифференциалом или на лоу передачу это уже все практически следующий заход придется конкретно с лебедкой ехать наверное что уже еле ползем с лебедкой с лебедкой ну и мы практически через это все дерьмо пробрались и доставим трубы но я не завидую тем кто тут будет кататься на обычных грузовичках это просто жесть особенно на секцию номер один там просто звездец ну ничего я в следующем видео тоже на этом звездеце буду участвовать потрясающие трубы довезли бетонные блоки две штуки нам надо так это блоки не помню сколько надо цемента но на всякий пожарный я возьму все если что там просто загрузим на склад все равно мы туда еще поедем пусть лежат ну вот и утречка уже туманчик такой утренний прикольно красивая карта эффекты прям супер разработчики хорошо постарались мне очень нравится не знаю как вам но мне прям зашло классно туман такой стереться прям красота но у кого компы позволяет нам 4k и со всеми настройками до упора выкрученными то вообще красота и лепота наверно а а а а а а и вы и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Немножко урона получили Не страшно Снежок пошел Прям новогоднее настроение Новогодней музыки только не хватает Теперь мелкие камушки урон наносят На тестовом сервере Люлей я не получал Я точно помню Там гораздо меньше Урона проходило Подкручивают Подкручивают Так, тут нам надо как-то красиво сейчас заехать И красиво выехать Как в прошлый раз я тут возвращаться не буду Так, нам нужна разгрузка разгрузить И загрузить Бетонные блоки Две штучки Отлично Надо было так сразу делать, да? И сюда, задом Прям по красоте Как В автошколе учили, да? Наверное В автошколе учили Вот с одной стороны Хорошо, что вот На этой карте Вот этот грузовик Можно использовать, да? А с другой стороны Что тут, ну Альтернативы просто Практически нету На чем возить Ты, если хочешь возить много И быстро придется Вот возить на этом А если хочешь возвращаться, да? Будешь проходить очень долго Тоже такое себе Альтернатив нету Вот этому грузовику На этой карте И разработчики Добавили этого бандита Но он Тоже тут не очень Да, у него 300 литров Вместе с дополнительными Баками на крыше Немножко ремонта Но Тут вообще не едет Так же, как и все остальные Грузовики Кроме Таких крупных Катерпиллеров Которые Которые не Не 770 Новинка А вот Старенькие Ну и наш Отечественный Гамас Арктика Здесь он Антарктика Называется Да, он хорошо Проходит И здесь Все эти болота Но есть же Объездные пути На которых можно Вот на вот этом Красавце Пролетать Гораздо быстрее Чем Мы будем там На Арктике Ползти Либо на каком-то Другом грузовике На каждом этой В каждой грязи Будешь застревать Но такое Не знаю Других Вариантов Нету Как говорится Да, уже Колея такая Уже Грузовик Разгоняться Не может Когда много раз Туда-сюда Катаешься Надо будет Закончить Задание Либо там 2-3 Доставки Сделал Перезашел Чтобы Дорога Восстановилась И ты Так не полз Медленно Потому что Когда первый раз Едешь Там Даже вот Через эти Броды Небольшие То На повыше Можно пролетать Поначалу Спокойно Ну все Теперь мы Превратились В черепашку Будем ползти Вот Была бы Какая-нибудь Возможность Здесь Подшаманить Да Вот Какой-нибудь Досочный Там Проезд Чтобы Эту яму Золотать Чтобы Вот Такой Вот Хрени Не Было Тут Тут Тоже Какие-нибудь Доски Накидать Или Плиты Бетонные Чтобы Там Сначала Дорогу Сделать Нормальную А потом Вот Вести Как Белый Человек А не Как Ползешь Еще Лебедку Надо Будет А дальше На первую Секцию Так Там Вообще Пипец Будет Полнейший Даже Лебедка Еле Тянет Или Засыпать Вот Эту Всю Хрень Какими-нибудь Камнями Там Щебнем Гравием Неважно Пофигу Сюда Навозил Там На основные Места Накидал Да И все Катается Ну Может В будущем Игры Дойдут До Такого Что Можно Будет Ландшафт Редактировать Так Сказать Улучшать Чтоб Игра Это Запоминала Ну Что Что Это За Скорость Это Пиздец Да Я Конечно Могу Сюда Выехать Но Это У меня Всего Две Секции Груза Сейчас Я Перевернулся Было Вообще Просто Заебись Да Не Туда Ты Цепляешься Вот Плохо На Джойстике Вот Ближайшую Цепляет Там На Полу Ветка Блядь Лежит Он За Нее Цепляется Ну Блядь Ну Не Объедешься Вот Это Грязюку Блядь Никак Сейчас Еще Под Конец Доставки Я Перевернулся Что-то Начал Самостоятельно Инициативу Проявлять Все Классно Дальше Нас Ждет Первая Секция Это Уже Будет Следующей Серии Скорее Сюда А так Спасибо За просмотр Увидимся В следующей Серии Надеюсь В ближайшее Время Давайте Пока Пока Господа